Бухарская золотошвейная мастерская В советское время они сотрудничали с такой же золотошвейной мастерской в городе Торжке Работы здесь, конечно, потрясающие Я вам сейчас покажу крупным планом, с каким терпением надо выполнять эту работу И как точно на основу накладываются золотые ниточки Это очень, конечно, кропотливый труд Очень тяжелый И спина, наверное, устает, да? Вот такими специальными ножницами Вот у нас специальные ножницы в виде аиста Этими ножницами из картона вырезается орнамент Накладывается, да? Да В старые времена мастера пользовались кожей А мы сейчас пользуемся обычным картоном Вырезается этот орнамент Если надо, куда-то добавится там аппликации И вот крепится на бархат и по нему вышивается Вот где видите рисунки, везде там внизу картон Давайте мы сейчас покажем в итоге, какие работы замечательные получаются И вот сейчас выполняют работу для республиканского музея Узбекского, да? Мужской халат Это вот рукава Одна передняя пола уже сделана Сейчас покажут Вот такая красота получается И дошивают вторую Вперед А вы спину еще не делали, да? Нет, дошиваю И сколько, вы сказали, месяцев этой работы? Шесть месяцев понадобится, чтобы вышивать такой халат Вот такой халат шесть месяцев вышивают Вот такие замечательные мастера И терпеливые люди здесь работают Друзья, подписывайтесь на наш канал И совершайте увлекательные путешествия вместе с нами По тем местам, где редко ступает нога российского туриста Ну а со своей стороны гарантируем всем нашим друзьям Взаимные просмотры, лайки и комментарии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok